День Тигра 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 Тенденция есть. Я думаю, что, наверное, у каждого жителя Владивостока уже должен быть костюм тигра в шкафу. На случай принять участие обязательно в этом уже официальном городском празднике города Владивостока. Он действительно таким стал в 2001 году. Подписан постановлением главы города Владивостока. Поэтому, конечно, тенденция есть. И все готовятся, ждут к конкурсам, к шествию обязательному карнавальному. Поэтому, конечно, это уже хорошая привычка и хорошая традиция. Я, кстати, даже готова рассказать случай. Вчера произошел с моей знакомой в магазине ткани. Она приехала купить себе по делу ткани. Ее тут же спросили. Она еще не успела сама ничего сказать. Ей говорят, вы ко дню тигра, наверное, готовитесь. И принесли ей уже мешок этой ткани. То есть, действительно, наверное, это настолько сегодня популярный праздник, что люди шьют эти костюмы, они выходят. А как будет проходить шествие? Расскажите, как вообще будет проходить День тигра в этом году? Ну, давайте я начну. Дарья, наверное, продолжит. Сейчас проходят очень много конкурсов. Готовятся конкурсы чтецов в детских садах города Владивостока, конкурсы рисунков в начальных классах муниципальных школ. Все рисуют, готовятся, учат. На следующей неделе буквально начинаются уже непосредственные презентации. 20-го числа мы презентуем хороший, красивый граффити-проект на бывшем Доме пионеров. Это теперь дворец детского творчества. Будет разрисована в тигриной стилистике подпорная стена. На следующий день у нас пройдет конкурс экологической моды, где ребята буквально из мусора готовят красивые платья, костюмы. И лучшие три команды представят в виде дефиле. Это на главной сцене непосредственно в День тигра. Кроме того, 22-го числа у нас открывается Центр экологического просвещения на базе 28-й школы. Мы тоже приглашаем к открытию. Приезжает у нас Сергей Георгиев в презентации третьей книги. Даша, наверное, в двух словах, да? Это третья книга про приключения Амурчика, которую мы уже в третий год будем презентовать. И Сергей Георгиев у нас приезжает так же, как и всегда. И в пятницу, 23-го сентября, пройдет презентация в библиотеке в салоне Пушкина, номер 1, по адресу Светландская, дом 55. Будем рады видеть всех желающих. То есть могут прийти не только детки, но и их родители. Конечно, да. И эта же презентация пройдет в субботу. Это уже традиционный формат проведения праздника. День тигра уже не укладывается из своей обширности только в воскресенье. В субботу проходит уже детский формат на набережной спортивной гавани возле скульптуры тигрят. Там пройдет награждение победителей конкурса чтецов, конкурса рисунков. И рядом как раз Сергей Георгиев будет раздавать эти книги. И можно будет взять автограф автора. Поэтому обязательно приходите на этот праздник. Он начнется в 12 часов. Ну и самый главный момент празднования Дня тигра – это, конечно, воскресенье. Он начнется с карнавального шествия. Сейчас мы собираем заявки. Чтобы принять в нем участие, формируются колонны, которые будут оценивать жюри. Поэтому если просто люди хотят принять участие и посмотреть, конечно, мы всех ждем. Но принимаем заявки от организации, от учреждений, от школ, от всех возможных. Уже достаточно большое количество принято. На почту электронную специально созданную в этом году ДТ как День тигра и телефон, по которому можно узнать 222-39-65-собакамейл.ру. Достаточно просто запомнить. Собственно, по этому телефону всю информацию можно будет у меня и узнать как у куратора. Само шествие начнется со сбора колонн. Мы раздаем штендера, на которых будет написано название колонны, возле Центра детского творчества. В 10 утра начинаем мы двигаться в 11.50 с формата презентации специализированной техники. Это будет у нас необычное, да? Это будут квадроциклы. Как и в прошлом году, в шествии у нас открывает специальная техника, которую мы потом передаем инспекторам охотничьего надзора и охотничьим хозяйствам. Это семь машин и три квадроцикла, которые пройдут в начале шествия. За ними красиво пройдут наши три замечательные ростовые куклы Амурчика. Наши партнеры-самбисты в этом году сделали специальные курточки для них с логотипами, очень красивые, в которых эти Амурчики пойдут, собственно. И дальше уже идут остальные участники шествия. А вот интересно, самих наших известных тигров в этот праздник поздравляют как-то? Сами тигры, да, и мы должны понимать, что есть международный день тигра, который празднуется летом, а мы празднуем день нашего тигра, Амурского тигра. Он живет 95% тигров Амурских в дикой природе живут на территории России, поэтому многие его называют русским тигром, нашим российским тигром. Поэтому это праздник нашего тигра. И тигру, несмотря на то, что он не приходит на праздник по своим причинам, я думаю, что они все равно ощущают народное единение, животное как домашнее. Да, вот кошка же ощущает, когда хозяин приходит в хорошем настроении, поэтому дети и животные тоже по оценкам детектов, ученых, ощущают позитив, который происходит от людей. Я вот достоверно знаю, как человек, часто находящийся в лесу, что животные не проявляют агрессию по отношению к позитивным людям, которые не испытывают страха или злобы по отношению к другим животным. Поэтому быть радостным и счастливым полезно не только для личного здоровья, но и для безопасности нахождения в лесу. То есть если вы находитесь на территории заповедника, где может пройти тигр, нужно вести себя улыбаться, вести себя спокойно? То есть спокойно, потому что звери чувствуют страх, чувствуют агрессию, это можно понять и по собакам, если вы бухаете собаку, то она может вас укусить. А если вы ее не воспринимаете как угрозу, а достаточно весело и задорно к ней относитесь, то она вас кусать и не будет. Точно так же в тигре природе, но тигр – он более благородный зверь, он вообще, в принципе, не нападает на человека. Он уходит, да? Он уходит, да, он очень скрытное животное. Иногда ему, как любому красивому зверю, хочется показаться, чтобы люди хоть изредка им полюбовались, но потом он уходит. Бывают редкие случаи, но тут, к сожалению, мы, люди виноваты сами, мы либо наносим ранение тигру, и ему достаточно сложно понять, кто это сделал. К сожалению, для него большинство людей на одно лицо, поэтому первое правило, конечно, не хивредить животным, потому что это, к сожалению, возвращается нам к хумерангам. К примеру, вот если мы рубаем леса, да, то леса, они держат воду и случаются поводнения, да, вот плохо очищается воздух и другие проблемы. Поэтому следует все-таки таких праздников побольше, потому что чем хорош День Тигра, это не холитический праздник, это праздник не связан с чем-либо, кроме как с хорошим настроением, их хорошего отношения к природе и животным, которые в ней живут. Сергей Владимирович, заговорили сейчас как раз про проблему подтоплений. Отразится ли она как-то на ситуации с животными, с дикими, естественно, в том числе? Ну, разумеется, природный катаклизм, они влияют не только на людей, но и на животных, но влияние немного меньше, потому что животные ничему не привязаны, и впрямую, конечно, от воды погибнет очень мало животных, ну, практически все крупные животные останутся в живых, потому что им хватает навыков уйти от наводнения. Проблемы начнутся потом, потому что при наводнениях из поймы рек смываются питательные плоды растений, которыми они питаются, смываются, допустим, хвощи зимующие, которые они тоже потребляют, поэтому могут быть проблемы, и животные могут начать игрировать. Допустим, кабан за кабаном будут, конечно, перемещаться и тигры, могут быть проблемы с зимовками у медведя, потому что ряд верлок, которые они уже подготовили себе для того, чтобы залечь на зиму, они будут потоплены, им будет нужно искать новый для себя дом, и если они его не найдут, то могут выходить к людям, и могут случаться какие-то неприятности. Но я надеюсь, что осень у нас долгая, традиционно она тёплая, и мы успеем, и мы, и животные преодолеть все последствия наводнений. Природа как-то успеет восполнить, будем надеяться. Ну, природа должна как-то нам отдавать, должна, ну, и мы ей тоже. Давайте сейчас ненадолго прервёмся, мы сделаем небольшую паузу, а после продолжим наш разговор о Дне тигра. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о Дне тигра. Давайте вернёмся к программе мероприятия. Как мы уже сказали, она очень обширная, и мы ещё многого не рассказали телезрителям, так давайте это сделаем. После шествия колонн у нас пройдёт традиционная презентация специализированной техники и передачи её инспекторам охотничьим надзорам. Также пройдут презентации разных проектов, природоохранных, и не только награждения победителей городских конкурсов. Всё это придёт на городской сцене. И планируется вечерний концерт, где выступят три замечательные группы. Первая – это «Листья травы», местная группа, Владивостокская. Далее у нас специальный приглашённый гость из Англии – Кен Хэнсли, группа «Ауа Пропагенда». Кен Хэнсли – это бывший участник группы «Юрай Хип». Он представит необычный сюрприз на праздники, но нужно будет, чтобы узнать, что за сюрприз, прийти и послушать. И хедлайнером праздника выступит группа «Звери», которые прилетят, до этого будет концерт «Хабаровский». Они прилетят и сюда, в Владивосток, и с удовольствием выступят на нашем «Нед Тигра». То есть молодёжи тоже можно вечером прийти на центральную площадь города, потанцевать, подпеть любимым группам, правильно? Да. Это праздник не только семейный, но и молодёжный. Мне вот ещё хочется сделать акцент. Центром «Мужский тигр» презентовал в том году «Тигролёд», а в этом году у нас есть «Тигропоезд едет». И он 20.30 приезжает на железнодорожный вокзал. Мы надеемся, что сможем его увидеть на экранах, на площади. Каждый вагон замечательно раскрашен тоже в тигриной тематике. Тигролёд — это поезд «Россия», соединяющий Москву и Владивосток. Поэтому о том, что прямой режим «Уникальные звери» благодаря этому поезду узнает вся Россия. И символично, что в День Тигра жители Владивостока смогут его встретить и увидеть. Ну, кстати, Владивосток станет центром притяжения, мне кажется, вообще всего «Тигрина» кошачьего транспорта, потому что «Тигролёд», обновлённый новый проект, который мы сделали с компанией «Россия», тоже прилетит на День Тигра 24 сентября. Ну и в Москве, кстати, метро, да? Также выкрашены вагоны? Да, в этом году к Международному Дню Тигра летом был запущен в московском метрополитене обновлённый поезд «Полосатый экспресс». Он наполнен, он на самом деле посвящён и тиграм, и леопардам. Через все вагоны идёт история жизни этих замечательных животных. Есть отдельно вагоны, посвящённые браконьерам как угрозам. Я бы тут специально акцентировал внимание для всех, да, что мы привлекаем внимание не к тигру, да, и леопарду, и не призываем сохранять только этих животных. Мы просто обращаем внимание на то, что по состоянию популяции тигра и леопарда проще сказать, что происходит с природой. И мы понимаем, что если в природе достаточное количество тигров, значит, всё хорошо с лесом, всё хорошо с копытными животными. А это, в первую очередь, разожжается на людях, которые живут рядом с тигром, рядом с леопардом. Потому что все мы, да, и большая часть населения Принонского края зависимы от уникальной дальнеосточной тайги. Это и рекреационный ресорт, да, мы сами любим выезжать отдыхать на нашу природу. Туристы уже со всего мира приезжают на это смотреть, оставляют свои деньги, то есть инвестируют в местное население. Кроме того, мы имеем ряд лесоперерабатывающих предприятий. На экспорт идёт лес, то есть лес нам тоже нужен, и мы должны заботиться о том, чтобы лес разобновлялся, чтобы мы его правильно использовали. Большая часть сельского населения живёт за счёт тайги, за счёт дикого мяса. И количество копытных животных должно быть в таком количестве, чтобы было достаточно и человеку, и тигру. Поэтому проблема сохранения тигра, она касается, в принципе, всего населения Приморского края, там, в югах Хабаровского края, где живёт тигр. И поэтому все утверждения о том, что это ради тигра, да, и вы не думайте о людях, они неправильные. Кроме того, защиту также тигра можно сказать, что он не только красивая кошка, да, которая вызывает повод с собой гордиться только потому, что он есть. От него есть ещё достаточно проправильный эффект, потому что там, где живёт тигр, там не живёт волк. Волк, мы знаем, достаточно вредный хищник, который во многих регионах препятствует развитию сельского хозяйства. Поэтому для нас, для Приморья и для югах Хабаровского края это очень важно, что тигр уничтожает вредного хищника, сам он бесконечно плодится, не может, это реальное животное, их не может быть много, да. По оценкам специалистов, все пригодные местообитания леса, да, которые остались в России, они позволяют вместить 700 взрослых тигров, то есть больше их уже не будет. Поэтому мне кажется, что соседство с тигром, оно наиболее благоприятное для людей, и мы должны все вместе обращать внимание на сохранение этой популяции, прикладывать к этому усилию. А сколько особей насчитывает популяция на данный момент, если говорить об амурском тигре? Если говорить об амурском тигре, то по данным последним, они, самые последние, это 2019 года, популяция оценивается в пределах 520-540 особей. С учетом особей, которые заходят на территорию Китая, и там часть уже проживает, порядка 550 в мире амурских тигров осталось. И для сравнения понимать, как это мало, да, вот тот же тигролед, он вмещает 522 пассажира, и с экипажем это 540. То есть, по сути, всех тигров можно посадить в один самолет, да, который регулярно летает в Владивостоке в Москву. И это реально представление о том, что еще достаточно мало. И насколько это все очень хрупко, да, потому что, по сути, в популяции 500 особей есть и самок, которые способны размножаться. Если мы из этих двух самок потеряем 50-70, то популяция уже будет необратимой процессой. В лескоростном скрещивании она уже не может восстановиться. Поэтому тот баланс, который мы достигли, 500 особей, это минимальное количество, которое позволяет благоприятно существовать. Популяция, и нам нужно просто немножко прикладывать усилий, чтобы этот баланс сохранялся. Хотелось бы еще один факт услышать об амурском тигре. Я знаю, что это самый крупный тигр. Да, это самый крупный подвид тигров. Это тигр, который, наверное, самый неблагополучный в плане того, что это тропическая кошка, превышая жить в вечном зеленом климате, нежиться на солнышке, иметь в избытке пропитания. Но в силу развития процессов на Земле было вынуждено оказаться в морозах до минус 40. Влажность, ветер, копытных мало, потому что корма нет. Очень экстремальные условия. То, что он здесь выжил, это уже для него подвиг. Ну, вообще, подвиг этого подвита. Но, как многие говорят, русских людей по-другому быть не может. И поэтому это исконно русский тигр, потому что любой другой человек в таких условиях и животное не выживает. Поэтому животное достаточно интерес со всех моментов. Сейчас достаточно усиленно ученых изучают. То есть, с каждым годом открываются все новые и новые факты, которые удивляют нас. И, я думаю, будут удивлять еще в будущем. А еще один миф, кстати, можно развеять сегодня у нас на программе, что лев – это король зверей, потому что он самый большой и самый мощный. А на самом-то деле нет, правда? Русские цари всегда оказывались сильнее западных королей, как мы знаем в истории. И это действительно миф, потому что любой тигр победит любого льва. Люди с противоположным точки зрения могут приводить пример, что если тигр такой сильный, то почему он тогда не заселил Европу и Африку? Это достаточно просто, потому что львы живут прайдами, семьями, да, и на открытых пространствах, естественно, тигр-одиночка не может противостоять стае львов. Но в условиях хиркой природы наших, да, лесов или тропических лесов у львов никаких шансов нет, потому что по-одиночке и даже двух у львов тигр легко побеждает. И надо сказать, что это вообще самый совершенный хищник на земле. У него нет достойных фрагов, кроме крупного самца, бурого и едведя, но его тоже побеждает крупный самец тихо. Но вот самки пробуют иногда проигрывать. Очень интересное и благородное, прекрасное животное. Конечно, можно о нем бесконечно говорить, но хотелось бы вернуться еще к немаловажной теме. Это поддержка, так сказать, популяция мурского тигра. И какие еще мероприятия, помимо такого масштабного, как День тигра, проходят у нас в городе вне праздника, так сказать? Наверное, стоит сказать о работе студенческого отряда тигр, который все лето, да, трудился во благо спасения. Но, наверное, больше Сергей Владимирович даже скажет, потому что непосредственно знает больше. Ну, а сказать, что вообще, то есть о Дня тигра, да, вот есть вот какие-то экологические пользы, но я хочу напомнить, к примеру, в 2010 год, когда кедр корейский усиленно убился, хотя было неправильно, и на День тигра была организована компания по сбору подписи, в итоге переросла во всероссийскую компанию, было собрано 5 миллионов подписей в защиту кедра корейского, и потом решением правительства Российской Федерации он был включен в список запрещенных прорубок и тем самым мы это остановили, потому что получать деньги от ореха гораздо выгоднее, чем срубить дерево, и потом есть лет ждать, пока он снова вырастет. На самом деле, понятно, что в городе не так много событий, которые бы происходили, напрямую влияли на популяцию тигра, потому что тигра нужно охранять там, где он находится, и жизнь тигра зависит от людей, которые живут в сельской местности рядом с ним в тайге, именно от их решения зависит, будет он жить или не будет. Слава Богу, что у нас достаточно сознательность добрая это у гражданной, и то, что у нас вообще в Приморье сохранился тигр и леопард, это же заслуга в первую очередь населения Приморского края, каждого, кто ходил в лес, у кого было оружие, кто принимал решение выстрелить в тигра, либо его не выстрелить, простить ему потерю своей собаки или там домашних животных, или не простить. Сейчас достаточно много усилий, в первую очередь это поддержка системы, охотничественного подзора, потому что это самое важное, чтобы в лесу был порядок, нам также нужно поддерживать лесоохрану, противопожарные мероприятия, а жители Владивостока, как люди часто выезжающие на природу, они в первую очередь благодаря тому, что они будут знать, как не допустить пожар в лесу, вообще в принципе менять свое позитивное отношение, потому что все ведущие учебные заведения находятся в Владивостоке, студенты здесь формируются, потом едут в наши районы, руководят этими районами, какие-то предприятия, именно от того, что если они здесь получают правильные отношения к дикой природе, то они и на местах его будут продолжать, я надеюсь, что культура, экологическая культура населения в целом будет повышаться, и в этом, конечно, успехи жителей Владивостока, и последним хотел сказать, что все равно решение принимают политики и чиновники, а мнение политиков и чиновников зависит от мнения народа. Владивосток сейчас многоселенный город, самый населенный город в Приморском крае, именно от мнения жителей города Владивостока и будет зависеть, в какой плоскости будет развиваться природа охраны политиков в Приморском крае. У нас остается буквально полминутки, даже меньше. Я бы хотела, чтобы, наверное, кто-то из девушек напоследок еще раз пригласил всех жителей и гостей Владивостока на День Тигра. Приглашаем, конечно, всех жителей, гостей города, мальчиков, девочек, девушек, юношей, мам, пап, бабушек, дедушек. У этого праздника нет возраста. Поэтому, конечно, мы вас ждем непосредственно в День Тигра, в воскресенье 25 сентября, поучаствовать и посмотреть на карнавальное шествие, на большой праздник, на площади борцов революции, принять участие в различных конкурсах, экологических танцевальных команд, экологической моды, посмотреть на замечательный концерт группы «Звери». Ждем вас на Дне Тигра. Спасибо вам огромное. Я благодарю вас от лица всех телезрителей за то, что вы делаете. Удачи вам и успехов в развитии. Спасибо. И от себя хочется добавить, что сохранение популяции амурского тигра также и в наших руках. Это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом.